Я, Мамедова Рафига Багир Казе, родилась 30 апреля 1935 года в Ириване. Мой отец Мамедов Багир и мать Мамедова Рубаба родились в Ириване. В 1944 году я поступила в первый класс 10-летней школы в Ириване, которую окончила в 1954 году. И в том же году поступила на факультет азербайджанского языка, литературы и истории Ириванского педагогического института. В 1959 году мы с мужем окончили этот институт. В то время армяне переименовали Дерилаяц в Микояновский район. Нас отправили в село Гоушук Дерилаяцского района преподавать в 10-летней школе. Там мы проработали три года, после чего снова вернулись в Ириван. Но там мы остались без работы. Мы обратились в министерство и сказали, дайте нам работу. Мы хотим работать. Министр сказал нам, вы азербайджанцы, где я могу найти для вас работу? Мы ответили, на каком бы языке ни была работа, на русском, армянском или азербайджанском, мы все осилим. Тогда он посмотрел на нас гневно и сказал, если я предложу вам плохую работу, вы не пойдете. И я не собираюсь предлагать вам хорошую работу, потому что я предоставлю эту работу своим армянам. Почему я должен давать ее вам? Лучше всего, чтобы вы сами о себе позаботились и уехали в свой край. Тогда мой муж, Тарвердьев Сабир, сказал, это наша земля, наша родина. Мы здесь родились и живем. Почему вы говорите, уезжайте? Это наша страна. Вы пришли и заняли нашу землю, нашу родину. Вот так они нас и выпроводили. Недовольные, измученные, мы вернулись. Это был 1964 год. Тогда мой муж, Сабир Тарвердьев, сказал, почему я должен оставаться здесь? Я лучше поеду в Баку, найду там работу, ведь здесь нам не дают работу. Наш город Ириван был очень красивым. Там были красивые родники с чистой водой и живописные горы. Мы каждое лето ездили в Дереччай и Дереляяс, которые находились неподалеку от Иривана. Мы также ехали в силу Орданыш-Кюйчинского махала. Эти места были очень живописными. Для нас эти прекрасные места были родными. Наше детство и юность прошла там очень хорошо. Нам всем там очень нравилось. Однако армяне не позволили нам там жить, открыто проявляя свою ненависть к нам. Если бы они дали нам работу, мы бы работали на родине, оставались бы на своей земле. Но они прибыли на нашу родину, оккупировали ее и не создали нам никаких условий. У нас там были красивые дома, красивые сады. Там протекала красивая река Заньги, над которой находилась наша дача, занимавшая большой участок. Армяне пришли, снесли одну часть дачи, и построили там мост между двумя впадинами. Они назвали его Розданский мост. Это был очень большой мост. Они забрали почти все наши земли, оставив только маленькую часть. В школе у нас были замечательные образованные учителя. Наша школа была образцовой. В те времена были восьмилетние и десятилетние школы. Там мы изучали английский, армянский, азербайджанский, русский, все эти предметы. Но у нас был учитель армянского языка, который нас совсем не любил. Он все время хотел занизить наши оценки. Было ощущение, что он враждует с нами. Мы мало что понимали, но чувствовали, что это так. Когда я была еще школьницей, в нашем дворе поначалу не было воды. Приходилось ходить за ней чуть дальше. В тех местах жило много новоприбывших армян. Мама посылала нас за водой туда, когда мы учились в пятом, шестом, седьмом и восьмых классах. Когда мы возвращались, все армянские дети стояли там и ждали нас. Они собирали камни, песок, мусор и хворост и бросали их в воду и в нас. А их родители стояли и смеялись издалека. Мы выливали воду на землю, плакали и шли наполнять ее снова. Чтобы они вновь не испортили нам воду, мы долго стояли под солнцем, и ждали, когда они уйдут. И снова шли за водой. Посмотрите, как они с нами обращались. Мой отец всегда говорил о безнравственности армян. Он говорил о зверствах, совершенных ими. Моя мать, Рубаба Мамедова, так и не выучила армянский язык, хотя она жила среди армян до конца, но не выучила. Она говорила, я не хочу учить их язык, потому что они не хорошие люди. Я знаю, какие они творили злодеяния в 1918 году, как закапывали наших людей живыми в землю. Поэтому я не буду учить их язык. Мой дед Мухаммад Али всегда говорил, что я сам видел зверства армян, видел их шестокость. На этот народ никогда нельзя положиться, с ними нельзя дружить. В 1950 году мы с моим двоюродным братом Фахритыным вышли со школы и пошли домой. Мы сели в трамвай. Когда я вошла в трамвай, все сидели, пассажиров было немного. Мы стояли, а рядом сидела армянка. Когда мы разговаривали, она изредка поднимала голову и смотрела на нас. Мы тоже ничего не понимали. Тогда она встала, схватила нас за руки и крепко сжала их. Она сказала, что хватит. Перестаньте говорить на тюркском. Не хочу слышать говорящих на тюркском. Понимаете, мы были очень напуганы. Мы были с детьми. Нам пришлось сойти с трамвая на остановке и подождать другой трамвай. Мы сели на следующий трамвай и снова поехали домой. Вот так эта женщина с нами обошлась. Азербайджанцы жили там повсюду. Они жили и в Ириване. Наши соседи по даче были все азербайджанцы. Армян там не было. В то время кировская школа была переименована в честь мирзыфаталия Ахундова. Все, кто жил рядом с этой школой, были азербайджанцами. В Тэбэбаши жило много азербайджанцев. Район, ведущий из центра города, от нашего дома к даче, носил азербайджанское название. Они переименовали это место в проспект Комитаса. Они переименовали все названия в армянские. В городе Ириван была голубая мечеть. Это была очень большая мечеть. Там в нас бросали камни. Я помню, как мама водила нас в мечеть, но мы не могли долго находиться там, потому что боялись. Рядом со школой, где я училась, тоже была мечеть. Там было две мечети. Мы часто туда ходили. Там было много азербайджанцев, и они часто приходили в мечеть. Когда мы приехали сюда, честно говоря, я очень скучала. Я даже всегда думала, что придет время, когда мы переедем в наш собственный город, в наш Ириван, в наш собственный дом. У нас были красивые дома. Мы построили красивый дом на даче. У нас также был красивый двухэтажный дом в центре города. А на даче был красивый четырехэтажный дом. Я тоскую. Даже сейчас я часто вижу их во сне. Мне 90 лет. Я все еще мечтаю побывать в своем родном городе Ириван. Очень хочу. Там похоронены наши родные. Там похоронены мои дяди. Когда мы сидим и разговариваем с нашими родственниками, все говорят, что мечтают вернуться в Ириван и снова жить в своем прекрасном родном городе. Наш президент, благодаря своему уму и политике, за 44 дня вернул нам наши земли. Он вернул Карабах Азербайджану. Поэтому я верю, что мы вернемся туда снова. Я очень уверена, что Ильхам Алиев снова вернет нам наш город в результате своей политики, своего сильного ума, и мы снова поедем туда. Наша молодежь хочет поехать туда, снова преобразовать те места на наш лад, на азербайджанский лад и жить там. Я верю в это. Судьба нам это подарит. Если я поеду туда, я обойду эти места пешком. Наш дом, наш край, все эти близлежащие села были для нас родными. Там жили наши родственники. Мы часто навещали их. Я очень хочу поехать и побывать в доме всех наших родственников, которые там жили. Я этого очень хочу. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Жил Казахстан Корректор А.Егорова Субтитры создавал DimaTorzok